Это была безумная идея и безумное приключение. Никогда не думал, что побегу в одиночку многодневку в горах. Все, во восьмой день, во время где-то 9.50, выбегаю из гостевого дома Адага. Все, спасибо большое за гостеприимство. Ну все, вот, по планам 31 километр с набором 1250 метров. Все за шесть, думаю. Все. Короче, горяхил. Это побаливает. То есть пока без корсовы ходил, было нормально, не знаю. Можно идти по мозоли, еще что-то, но так вот ковыляет 31 километра, я думаю, завершу здесь свои путешествия. Поеду в Дребене отдыхать. Сейчас, вот, иду назад. Иду к Чингизу, попробую ехать на машине. Кластырем заклеил ногу, там, может, мозолька, нет. Тянет, короче. Без вариантов. Сейчас. Додоможались. Попрошу довести. Видно, что весь в делах, в Дребене везти не хочет. Время жаль. Без беседуем. Соговариваемся, что отвезет меня до Мамада Жалеса. А там пару часов до Махачкалы маршрутки. Едем с Чингизом в Мамад Жалес. Сейчас, Чингиз, огромное ему спасибо. По дороге женщину подбираем. Чингиз рассказывает много историй. Про медведей, которые, оказывается, тут воводятся. К примеру, случай был, что женщина с младенцем в люльке за спиной встретила медведя. И тот отдавал ластиться, не отступая. Гладит языком ребенка и не отходит ни на шаг. Благо, через пяток километров мужики появились на дороге. Медведь убежал. В общем, мы быстро доехали, распрощались. И вот я уже маршрутки до Махачкалы. По пути забронировал номер у моря. Приехал, заселился в гостевом доме у моря. Посмеялся в виду своего балкона из-за квартиры. У моря, невдалеке, небольшой стадион поблизости. Манежа даже в долине отпускает. Сходил за едой, посидел на балконе, наслаждаясь видами. Потом прогулялся на рынок и купил джинсы, футболку и ботинки летние. Вот здесь взял билеты до Москвы на завтра. У моря соняяло на телефон финальные кадры для ролика. Затем просто гулял. Фотографировал закат, птицы, волны. На песке видел много бегунов. Но на знаки приветствия они не отвечали. Видимо, бобарцы. И сатарты здесь не так распространены. И вечером пошел в ресторан. Так как хотелось хорошо отметить завершение путешествия. Проснулся рано утром, под малиновый рассвет. Позавтракал и пошел гулять к морю. Наслаждался свободой. Татайцы кроссовки положил у выхода из номера. Вы все равно износились. До самолета давалось много времени. Поэтому пару часов ходил по городу. Перекусывал в кафе. До ночи вернулся в Москву. В очередной раз оставив бы больше участия сердца в Дагестане. То только добрых людей я за годы не встречал. Сокольку видел за эти дни. Говорят, есть и плохие. Не попадались. Никогда не забуду безлюдия. На десятки километров. Безмерное добродушие местных. Дикую красоту гор. И бесконечный кайф отбыть здесь и сейчас. Да даже сейчас, находясь в офисе, я закрываю глаза и меня тут же обступает Кавказская тропа. Сквозь утеклые панели вырастают деревья со скалами. Городские постройки смывает волна гор. Я снова стою на тропе от света коньяка. Впереди заснеженные вершины. Под ногами репешки и корови. А в небе парят орлы. Продолжение следует...